Лондонская книжная ярмарка Лондонская книжная ярмарка проводится ежегодно с 1971 года и уже зарекомендовала себя как значимое мероприятие для всех, кто интересуется книжным делом, издательским бизнесом и полиграфией. London Book Fair 2012 в течение трех дней предоставит участникам уникальную возможность встретиться с более чем 23 тысячами профессионалов книжного дела из 112 стран мира. Российский стенд на Лондонской книжной ярмарке в этом году называется Read Russia. И проект Read Russia нацелен на продвижение русской литературы, а также на внедрение российского издательского бизнеса на мировой уровень. Сегодня на русском стенде присутствуют такие авторы, как Борис Акунин, Захар Прилепин, Александр Кабаков. Они встречаются с журналистами и встречаются с читателями. Помимо этого, в течение всей лондонской книжной ярмарки российские авторы будут встречаться со своими читателями в русском отделе магазина Waterstone на Пикадиле. Там они будут говорить обо всем – о литературе, о политике, просто о жизни. Мы стараемся привозить сюда лучших с нашей общей принятой точки зрения авторов, но при этом думайте о том, чтобы те имена, которых мы привозим, были бы перспективны и на английском рынке. Конечно, мы стараемся отбирать тех писателей, которые могут здесь публиковаться, переводиться и публикуются уже, переводятся. Все здесь знают Акунина, Пелевина, но мы находим и людей с большим потенциалом в англоязычных странах, которых здесь знают не так хорошо. Вообще у литературы проблема всегда одна – читают или не читают. Читают меньше, вернее, не читают меньше, меньше читают бумажных книг, текстов читают, не знаю, меньше или нет. На ридерах, может быть, и больше. Но все стараются приспособиться к спросу, а спрос вот такой. Может быть, это такое апокалиптическое состояние страны порождает то, что пишется много хороших текстов. Это такое состояние кризиса, затаенное состояние кризиса и какого-то скорого взрыва, скорого тектонического взлома, оно порождает, породило какое-то количество людей, которые написали очень сильные, очень хорошие тексты. Отлично работает Алексей Иванов, замечательные книжки Александр Терехов, Дима Быков написал великолепную трилогию «Оправдание Астромов, орфография» и так далее. Я могу десяток назвать писателей, которые вполне могли бы Нобелевскую премию получить, начиная от старших мастеров в лице Битого, Распутина или Лимонова, и завершая поколением более молодым, в том числе и моим поколением. В этом смысле литература, как раз там происходит такое брожение, там живая среда, там есть много любопытного. Вообще-то я, конечно, за электронные книги. Я не понимаю, почему они здесь, на Западе, стоят так дорого, почти так же, как бумажные книги. Хотя не приходится ведь тратиться там ни на зарплаты, ни на аренду, ни на транспортировку, ни на складирование. Я считаю, что электронная книга должна стоить дешево, она должна быть доступна всем. Презентация стенда и программы «Рид Раша» на лондонской книжной ярмарке станет своего рода генеральной репетицией перед поездкой российских издателей и авторов в Америку. В июне этого года там пройдет «Бук-экспо Америка», где Россия будет почетным гостем. Профайл Раша, Лондон, Великобритания.